Всем привет дорогие друзья! Две темы хотел сегодня озвучить, попытаюсь коротенько, максимально сжато, но доходчиво. Первое. Вот это вот видео наверняка вы, кто-то из вас уже видел, кто-то нет, если то полюбуетесь. Не знаю когда оно снято, если честно, всплыло оно буквально вот на медне в соцсетях. Некоторые мои коллеги уже обратили на него внимание, кто-то может быть сегодня, завтра продолжит вернется к этой теме. И на видео запечатлены молодые ребята, все происходит в столице Дагестана, в Махачкале, которые жарят на вечном огне мясо. Тут же присутствуют какие-то взрослые, которые в общем не делают никаких особых замечаний, напротив танцуют лесгинку и веселятся. Я не хочу сейчас никак оценивать поступок вот этих вот людей, меня высаживает совершенно другая история. Представляете, если бы это где-то происходило там в какой-нибудь Польше или в странах Балтии, например, то пропагандисты наши российские уже давным-давно из трусов бы выпрыгивали и кричали «Ах, смотрите, какие фашисты глумятся над святынями, деды воевали!» И, наверное, с одной стороны это было бы правильно, мне непонятна их позиция в данном случае. Почему в данной ситуации пропагандисты молчат? Ни словом, ни полсловом никак не обмолвятся. Вот об этом по сути ЧП, а я знаю почему, и я вам расскажу почему. Потому что одно дело, когда ты оскорбляешь, унижаешь каких-то мифических поляков, которые где-то далеко, и вообще бог его знает, где эта Польша находится, или какие-то небольшие страны Балтии. Причем там умные люди, все прекрасно понимают, что, ну да, нашелся какой-то идиот, но нельзя же говорить в целом обо всей нации, что вот они все такие негодяи. Но, повторюсь, нашим пропагандистам плевать, поэтому они готовы поносить грязью кого угодно, какого-то невидимого противника. А вот в случае с кавказцами, если вдруг какие-нибудь Скобеевы, или какой-нибудь Киселев, или какой-нибудь Соловьев что-то не то ляпнут, да не дай бог в этом их ляпе. Горячие кавказцы услышат какие-то обидные слова для себя, за слова придется ответить. Придется извиниться, причем конкретно извиниться, поэтому наши пропагандисты в данной ситуации делают вид, что ничего не произошло. Это двуличие. Это лицемерие, по-другому я этого назвать не могу, ну и просто, ну, подлость. Поэтому в очередной раз, наверное, делайте выводы, грош цена этим клоунам, которые называют себя типа журналистами. Вторая история, которую очень бы хотелось поднять, она такая более серьезная, касается экономики, причем масштабно, глобально, касается экономики. А знаете ли вы, дорогие мои, что наше национальное достояние Газпром в течение января месяца, вот с начала года и по сегодняшний день, сегодня 29 января, потерял в цене почти 9 миллионов долларов. То есть, подешевел на 9 миллионов долларов акции Газпрома. И это, в общем, объективный факт, и это не есть хорошо, но сказать хотел не совсем об этом. Во-первых, я-то, например, знаю, почему они потеряли в цене, и я думаю, что будут продолжать терять еще, то есть, ценные бумаги Газпрома будут продолжать дешеветь. Почему такое произошло? А, наконец, случилось то, что должно было случиться. Ведь когда мы ввязались в экономическую войнушку со всем миром, надо было понимать, что вот это вот перетягивание каната, и вот эти вот наши фии, да у нас газ, да если вы там нефть и так далее, если вы будете выпендриваться, мы вам вентиль перекроем, чем, собственно, и бравировали постоянно наши первые лица, надоело людям в старушке Европе, а главный рынок сбыта наших углеводородов, это как раз Европа, чтобы нам не врали пропагандисты, вот им надоело это слушать, и в принципе они готовились к этому событию, они готовились к этому моменту. В «Газпроме» это тоже понимали, что рано или поздно халява, плиз, закончится, и тогда в «Газпроме» решили сделать, что они начали активно качать вот эту вот нефть, вот этот вот газ. Я рассказывал в одном из предыдущих выпусков, что, например, 2019 год стал рекордным по объему добычи углеводородов в новейшей истории России. Я сейчас говорю о новейшей истории России, прошу не путать, это период с 1991 года по сегодняшний день, да, в Советском Союзе бывали моменты, по-моему, в 1987 году, когда они углеводородов добывали больше, но вот в новейшей истории России это был такой рекорд рекордов. Повторюсь, в «Газпроме» понимали, что рано или поздно объемы закупок упадут, рано или поздно старушка Европа взбрыкнет, и вот пока этот момент не случился, надо было срочно набивать карманы. Они увеличивали, искусственно увеличивали вот этот вот объем добычи углеводородов, спуливали их туда, на запад, а ребята в Европе, дабы не дожидаться, когда им покажут фигу, наш великий кормчий скажет, все, вентиль мы закрываем, они покупали, что называется, впрок. Все. Впрок они закупились. Значит, у них там запасов под завязку, им хватит их на достаточно продолжительное время, у них сейчас появится возможность торговаться с нашей замечательной страной, с нашими замечательными лидерами. Объем поставок уменьшен, то есть он снизился, снизились продажи у того же «Газпрома», поэтому его акции начали дешеветь, все просто. Беспокоит другое, что нам с вами в обозримом будущем, я больше чем уверен, начнут врать. В первую очередь, конечно же, пропагандисты разного рода, прохвосты от политики, всякие общественные недодеятели будут врать. Скажут, ребята, надо спасать «Газпром», надо спасать наше национальное достояние, давайте затянем пояса потуже, потому что что такое «Газпром»? «Газпром» – это, блин, наш бюджет, мы напрямую зависим от «Газпрома» и вообще от нефтяных гигантов, и вот это на самом деле вранье и лукавство, чистой воды вранье. Приведу простой пример. Конкретные цифры, ничего больше можете загуглить, проверить. По итогам 2018 года, к сожалению, есть пока только вот такие цифры, по 2019 году еще не публиковали, только по 2018 году. Есть цифры, по итогам 2018 года бюджет России собрал 15 триллионов рублей. Весь бюджет России. Ну, там 15 триллионов и 150 миллиардов, могу ошибиться, но там плюс-минус. Ну, для… округлим в сторону 15. Так вот, как думаете, какова доля вот в этих 15 триллионах поступлений от вообще крупного бизнеса, в том числе от нефтегазового сектора? Друзья, никогда не догадаетесь. Меньше 5 триллионов. То есть, грубо говоря, меньше 30 процентов. Нам-то врут, что вот эти ребята наполняют наш бюджет, и что мы без них делать-то будем? Вот. Так вот, меньше 5 триллионов. Это поступления от всего крупного бизнеса. Не только от нефтегазового сектора, а вообще от металлургов. От крупных банкиров. Ну, короче, от всех олигархов, несмотря на то, что все эти олигархи владеют до 97 почти процентами всех богатств. Российских. Они прикарманили их себе. Остальные поступления, значит, там 5 с небольшим триллионов, это НДФЛ, налог на доходы физических лиц, и налоги от малого и среднего бизнеса. Ну, и почти 6 триллионов, то есть, самая большая доходная часть, это НДС. Вот за счет НДС. Да, то есть, грубо говоря, на 70 с лишним процентов бюджет-то наполняет российские кто? Да мы с вами. Наши бабушки и дедушки, наши мамы и папы. Простые смертные, которые ежедневно ходят на работу, и которых никто никак вообще как разолюдей не считает. А олигархи меньше 30 процентов. Причем в 2019 году бюджет собрал больше 15 триллионов, они собрали почти 20 с лишним триллионов, но я не думаю, что отчисления тех же нефтяников сильно выросли. То есть, я больше чем уверен, когда мы увидим результаты окончательные, уже где-то будут опубликованы они, то мы увидим, что количество отчислений крупного бизнеса еще снизилось в процентном отношении. Там, дай бог, есть 25, а то и 20 процентов будет. То есть, нас по большому счету постоянно врут. Повторюсь, мы простые, обычные граждане содержат эту страну, но спасать, я больше чем уверен, нам всем дружно придется за счет пенсий, которые у нас забирают, за счет пенсионеров, за счет нашей с вами покупательской способности, за счет, я думаю, урезания каких-то социальных программ, и мы будем спасать, то не бюджет России, мы в очередной раз будем спасать папиков, толстосумов, вот вам очередной ребус, подумайте, куда, к какому светлому будущему нас ведут, и, в общем, нужны ли мы там, в этом светлом будущем. Удачного дня! Удачного дня!